Всем привет! Сегодня хочу рассказать сразу о двух мультитулах. Об одном я уже рассказывал, это Victorinox Swiss Tool. Я решил вернуться к обзору этого мультитула после того, как с удивлением обнаружил, что в прошлом обзоре по Victorinox, по этому тулу, я забыл о такой важной вещи, как я забыл упомянуть о том, что в этом туле есть пила и напильник на ней сразу. Это очень важная оплошность. Я сразу благодарю пользователя YouTube с ником Сергей Сергеевич за то, что он указал на эту ошибку. Не помню, почему я ошибся, может, просто забыл упомянуть. Но дело в том, что я сразу захотел исправить, и чтобы не было скучно второй раз смотреть, я решил сразу сделать обзор также по Leatherman Wave. Leatherman Wave – это один из самых популярных мультитулов от Leatherman. Я думаю, сравнить будет интересно. Скорее, даже не сравнить, а просто сделать параллельный обзор сразу двоих мультитулов. Во-первых, как видите, сразу бросается в глаза разность размеров и разность обработки. Victorinox более аккуратно сделанный, он более аккуратненький, ничего не выпирает, при этом от полированного зеркального блеска все ходит и двигается здесь нормально, хорошо. Он также тяжелее. Длина Leatherman Wave – 10 см, длина Victorinox – 115 мм. Вес данных мультитулов также сильно различается. Victorinox в свой стул весит 336 граммов, а Leatherman Wave – 241 грамм. Отличаются также и прилагаемые чехлы. У Victorinox он обработан чуть более качественно, точнее, чуть более аккуратно. Он весь такой аккуратненький и закрывается на клепку у Leatherman на Velcro. У Leatherman чехол универсальный, конечно, то есть не только для Wave, он поэтому такой более продуманный. Достоинства, в принципе, у обоих есть. Перейдем непосредственно к осмотру инструментов. Во-первых, не открывая тул и здесь, и здесь, не раскрывая тул полностью, можно пользоваться основными инструментами. Но главное отличие Leatherman Wave – это то, что можно делать это одной рукой. То есть можно открыть и спокойно работать. Здесь у Leatherman Wave самые основные инструменты открываются, не раскрывая основного мультитула. Например, сериэйтерный нож, обычный плейн нож. И сериэйтерный, и плейн нож, они закрываются на лайнер-лог. Сделаны они из стали 420HC. Сталь, в принципе, дешевая, но своих денег стоит. Обратите также внимание на данный напильник. Это напильник для дерева или металла с этой стороны, а с этого краешка – напильник с алмазным напылением. То есть они все продумали. Закрывается он также на лайнер-лог. Здесь также есть и пила. Пила такая серьезная, мощная. Пила несменная, как у, допустим, Leatherman Search. Но если будете пользоваться аккуратно и не так часто, она вам прослужит очень долго. Как видите, инструменты здесь полностью основные открываются, не раскрывая тула. Можем спокойно пользоваться. У Victorinex также инструменты открываются, не раскрывая полностью тула. Можно просто отсюда взять, но достать одной рукой уже не получится, к сожалению. Во-первых, конечно же, здесь есть стандартный швейцарский нож. Сталь такая же, как и у остальных ножей Victorinex. Какая-то Stainless Steel. Написано Swiss Made Stainless. Какая конкретно марка, я не знаю. Но, в принципе, на других ножах от Victorinex это нормальная сталь. Она простая, недорогая. В принципе, для мультитула самое то. Каких-то таких недостатков особых у нее нету. Достоинств, впрочем, тоже. Здесь также есть и пила. Пила вот такого вот типа. Также довольно-таки мощная пила. Реально такая крупная. Также здесь есть вот консервный нож. На конце консервного ножа здесь есть отвертка плоская, небольшая. Они специально делают по краям инструментов дополнительные отвертки, потому что в комплекте у Victorinex нет битодержателя. Здесь также есть отвертка. И здесь есть два выреза, которые можно использовать для обрезки проводов или для зачищения проводов. Все инструменты обработаны очень качественно, так же, как и сам тул. Все блестят, подогнаны хорошо. Здесь есть вырез для загибания проводов и открывашка для бутылок. Плюс здесь отвертка. Также здесь есть большая отвертка. Вот такая вот крупная большая отвертка. То есть стандартный набор. С этого края у нас есть обычная отвертка Philips. В этом мультитуле это единственная Philips отвертка, то есть только такого размера. Битодержателя здесь, напоминаю, нет. Также здесь есть вот такая вот маленькая отвертка для каких-то мелких деталей, мелких механизмов. Также здесь есть шило. Шило обычное, без ушка. С одной стороны заточено немножечко. И здесь есть и серейтерный нож. Серейтерный нож вот такого типа. В принципе он нормальный. Сталь, конечно, аналогичная плейн-ножу. И также здесь есть забытый инструмент, который в прошлом обзоре не упомянул. Это напильник. Напильник вот такого типа. Надеюсь, видно в режиме увеличения. И плюс здесь более мелкая насечка. На другой стороне более мелкая насечка. И плюс здесь сбоку пила. Вещь, как видите, полезная. Они по максимуму использовали рабочее пространство. Закрывается все это хозяйство следующим образом. Здесь есть вот такие вот фиксаторы. Они оттягиваются назад и можно загибать инструменты. Сейчас двумя руками закрою аккуратно. У меня еще палец указательный поврежден. Что у Лазермана, что и у Викторинекс здесь есть также и линейки. Линейки здесь нанесены по-разному. У Викторинекс, как видите, обычная линейка. То есть обычная сантиметровая линейка. В России она, конечно же, полезная. Тут все, в принципе, видно хорошо. Можно фиксировать вот по таким углам, близким к 90 градусам. Это довольно-таки комфортно. Можно что-то приблизительно так измерять. Он устойчиво стоит. У Лазермана здесь насечка, она нанесена, вот линейка она нанесена не совсем неудобно. То есть здесь нумерация идет через два. То есть два, четыре, шесть, восемь. Это для меня не совсем удобно. Здесь с этим проблем нету. И также и там, и там линейка сантиметровая, и дюймовая. В принципе, стандартный набор. Обратите внимание также, что Викторинекс он посажен на такие заклепки, штифты. А здесь все посажено на торксах. При желании можно раскрутить, все сделать. Давайте перейдем к осмотру инструментов дальше. Вот тулы в разложенном виде. Как видите, по размерам они, в принципе, отличаются довольно-таки сильно. Размеры у Викторинекс очень большие. У меня, тем более, рука небольшая. Она смотрится, так, наверное, еще более меньше, с таким большим тулом. Все инструменты, все соединения подобны очень хорошо. Мне нравится. У Лезермана немножечко более туго открывается, туго работает. Но, в принципе, тоже нормально. Здесь есть стандартный набор мультитуловский. Острогубцы, плоскогубцы, кусачки. В принципе, здесь все одинаково. Каких-то дополнительных инструментов здесь у Викторинексы не предусмотрено. То есть, все инструменты, они спокойно достаются из вот этого состояния. Просто по бокам. Обыкновенная такая простая классическая схема. Функционирует он нормально. С ним, думаю, можно закончить. Но у Лезермана здесь, в активе, в таком состоянии, есть дополнительные инструменты. Они открываются вот с этой стороны. Как видите, это открывашка и консервный нож. Также здесь есть вот такой вырез для зачищения проводов. Это очень удобно. И также здесь есть битодержатель. То есть, можно любые биты купить. Лезермановский набор бит. И спокойно работать с любыми механизмами и прочее. Здесь в комплекте Philips и плоская бита. Также здесь есть небольшие ножницы. Ножницы, конечно, подпружиненные. Работают они, в принципе, нормально. Спокойно можно что-то вырезать из бумаги или из ткани. В принципе, вещи иногда нужные. Также здесь есть битодержатель для маленьких бит. Это битодержатель для очень маленьких бит. В принципе, он иногда бывает нужен для того, чтобы разобрать какой-нибудь небольшой механизм. Здесь плоская и Philips с другой стороны. А также здесь есть обычная такая большая отвертка плоская. Тоже полезная вещь. Также здесь при желании можно достать кольцо под темляк или еще под что-то. В принципе, также вещь довольно-таки полезная. Можно использовать под темляк или под ремень или фиксировать как-то. Закрываются здесь инструменты вот этой вот качелькой. То есть, нажимаете и можно закрывать. В принципе, такая схема для меня более удобна, чем у Victorinex. Не надо ничего сильно напрягать. Просто нажал и закрываешь. Как видите, здесь в этом туле основные инструменты, самые нужные. При этом сам тул, он чуть дешевле Victorinex. Victorinex стоит порядка 75 долларов. Wave стоит 60-65, наверное, где-то так примерно. У нас в России они стоят также по-разному. Leatherman Wave можно купить от 2 500. Но это редко бывает, скорее, в среднем за 3 000. Victorinex он стоит у нас в России где-то 3,5 уже. В принципе, разница ощутимая. Сами тулы также различаются по концепции. Думаю, обзор был вам полезен. Спасибо за внимание. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok